всем ребят привет сегодня у меня видео необычное нестандартное сегодня у нас клуб очумелых ручек но в связи с чем я вам сейчас объясню вчера позвонил один знакомый друг и говорит саня помогай выручай в общем погулял он на пляже очень хорошо и потерял здоровый персень золотой персень в принципе как он говорит дорогой помоги найди где он купался там в принципе не было не глупоко как он говорит примерно по пояс по грудь но я ему говорю то что нужно нырять и все прочее чем смогу помогу но для этого нам нужно водонепроницаемый металлоискатель это раз во вторых это нам нужен скуп это скупает который при помощи него находит на пляжах находки то есть сегодня будем именно конструировать скуп своими руками на скорую руку побыстрее чтобы завтра он был уже в принципе у нас готов не знаю сколько у нас времени на постройку данного скуп будет ну все наглядно увидите так что вот так для поиска и помощи нашему другу нам понадобится водонепроницаемый металлоискатель а у меня как вы знаете аська 250 и макро рейса они к подводному поиску вообще не подходят потому что они проницаемы но но об аське я вам уже своих прошлых видео говорил как я сделал водонепроницаемый и я думаю завтра на пляже я вам его и продемонстрирую как у меня аська стала водонепроницаемой так что сегодня внимательно смотрим как делать своими вот этими руками скуп для пляжного поиска монет ценности и все прочее надеюсь у меня подробно наглядно все это получится а самое главное чтобы было продуктивно и поиски наши завтра увенчались благополучно так что все продолжаем и смотрим что будет у нас ну а для нашего видео понадобится всего-навсего вот такая вот труба 110 канализационная поле тег и заглушка а также я подыскал именно вот такой вот в ряд ручки она для того нужно чтобы мы ее закрепили непосредственно наш скуп взял я именно чтобы железная основа была искала правда пластику но вот этот к вариант куда будет интересней и нужнее почему я выбрал именно вот такой вариант трубы есть очень много вариантов с кубов как делают из трубы из обычной длинной прямой но это я вам хочу сказать потому что когда песок загребаете здесь у нас будет ручка вот так ручка будет и когда вы загребаете песочек вот так вот то есть получается как бы еще у нас плечо проще будет его подымать потому что прямым совком втыкать землю неудобно а здесь будет плечо и будет просто вот так вот черпаться и будет удобно этот вариант самый лучший минус в том что он короткий наша ручка не подходит практически вот но я взял железные основы то есть эти железные основы я могу подгибать вниз влево вправо в общем очень удобно ну и конечно же заглушка заглушка это будет задняя часть нашего скуба сейчас я вам подробно покажу как что нужно будет делать нам понадобится вот такой набор гравер он у меня постоянно участвует в моих изделиях вот в принципе классный всем рекомендую в общем дальше что он нам понадобится ну сейчас все подробно так ребят следующее что нам понадобится это же конечно наша разметка разрисовка для этого элементарно карандаш ручка и циркуль разметили это для эстетики чтобы было как-то красиво аккуратно здесь тоже было бы удобно если труба была ровной здесь изгиб мне пришлось немножко уже фантазировать здесь все по разметке наклеил бумагу именно в квадратик чтобы было четко удобно разрисовывать а здесь уже как бы на глаз ну в принципе глаз у меня как говорится у орла разметку сделали вот такую точную теперь и нужны при помощи сверла сделать отверстие небольшого размера а потом большим диаметром рассверливаем до копеечной монеты но это все сейчас я вам покажу получилось ребята у нас вот так вот сделали мы насечки вот такие вот можно сверлом вот теперь берем шуруповер со сверлом диаметром чуть меньше копеечной монеты потому что на пляже очень часто встречаются советские монеты и чтобы несколько раз не копать сигнал берем чуть поменьше диаметр но как назло у меня аккумулятор осел немножко подождем ну все немного у нас зарядился и начинаем просто вы сверлите отверстие и так далее итак ребят все мы сделали получилось вот так вот красиво аккуратно и остались у нас заусенцы которые нужно снять при помощи шкурки как снаружи так и внутри это нужно делать для того что когда вы найдете какую-то находку засунете в руку вовнутрь и не поцарапаться потому что если поцарапаешься об такой пластик ранки очень долго заживают бывает даже загноение так что это как рекомендация в принципе скуп практически готов вот это задняя часть получилось вот таким вот образом вот не знаю как получится то что отверстия подойдут или же все таки нужно делать больший диаметр но это завтра на пляже мы его знаем если что мы его доработаем а просто несколько рядов сделаем побольше диаметр а так продолжаем следующее что нам нужно сделать это как-то приспособить вот эту вот ручку ручка как вы видите большего размера то есть вот этот размах он очень большой и закрепить ее нет возможности вот сейчас буду как-то кумекать и думать как его лучше закрепить и так ребята вот практически и готово в общем что я сделал чтобы ручка была прочной чтобы она не сломалась а многие делают из различного пластика как-то прикручивают к самому пластику ненадежно получается это я видел уже наглядно то что не внушает доверие в данном случае я сделал что я ручку ставил вовнутрь сейчас вытащу как вы видите здесь вот я пропилил и ручку ставил вовнутрь вот так вот получилось изнутри то есть она я ее даже не прикручивал потому что она сидит плотно и она никуда не денется потому что движение с кубом будет всегда вперед назад не будет то есть ее можно не прикручивать не заморачиваться а вот переднюю часть я прикрутил при помощи гаечек думал я саморезами сначала прикрутить но убедился в том что саморезов пластики при тщательном таком долгой эксплуатации вылетают выкручиваются вот это я точно знаю и пришлось мне при помощи гаечек болтиков все это скрепить ручка повторюсь стала настолько я не знаю крепкая что надежно я вас уверяю вот и последний штрих конечно же выпилил вот здесь вот отверстие чтобы данном случае вот этот рукоять не мешала и все это закрываем плотненько не надо ни на какой клей задняя часть заглушки она в принципе все плотно садится и так ребят на этом я и закончил изготовление своего скуба получилось вот такой вот нормальный зачетный вариант повторюсь этот скуб именно 45 градусов пластиковая труба куда эффективнее и удобнее при поиске на пляжах тем что здесь имеется такой угол и он работает как плечо берете вставляете и через заднюю часть просто поднимаете это очень хорошо особенно когда работать в воде непосредственной воде длинные плоские не удобно ребят не удобно и я просто на практике это знаю так что вот этот вариант самый удачный а пусть он и выглядит немножко несуразно но все у вас в руках можете привести какую-то эстетику какую-то красоту ну вот такие вот у меня руки просто может быть у вас они куда лучше а подкованной чем мои так что удачи завтра я его испытаю в деле ну и естественно вам покажу как он у нас работает итак ребят на этом я закончил свой видео ролик из клуба очумелых ручек не делали мы сегодня с вами вот такой вот зачетный скуб который нам завтра поможет в поисках перстня золотого перстня который потерял мой знакомый друг обратился помоги вот завтра мы и поможем ему в поисках ну по изготовлении данного скуба всего-навсего ушло не больше полутора часов время я не засек к сожалению вот и по деньгам получилось в пределах 100 рублей ну просто сдачу я не считаю никогда купил и купил точно знаю что уголок стоит 45 рублей заглушка наверное рублей 20 то есть 65 рублей у нас полным в сборе получился вот такой скуб так что вот так вот все сейчас отправляемся на поиски на речку